дорогие мои друзья я сразу прошу прощения за возможно мою речь за возможно какие-то незнания потому что я не профессиональный гид я даже не любитель гид и не историк поэтому я не могу знать всех фактов но что-то я постараюсь вам конечно же рассказать посмотрите на эти окошечки это лютеранская церковь а вот это вот интересное здание смотрите как оно построено сейчас я вам покажу его сбоку это здание альте вага называем а тут находится школа которая тоже обучает людей немецкому языку и какими-то там каким-то профессиям вот это вот площадь на которой я сейчас нахожусь она называется бург пляц замок данк морода он был построен в двенадцатом двенадцатом веке здесь находилась резиденция герцогов во время великой отечественной войны он был частично разрушен почему то в этом вот здание в этом здании на первом этаже находится музей антона ульриха и там находится оригинал статуи броншвайговского льва а копия этой статуи находится вот здесь а перед нами находится собор святого власия он тоже был построен в двенадцатом век по приказу генриха льва правил как раз броншвайгом вот ставьте вот этому вот зданию уже 850 лет получается до главной крипте вот в этого вот станет там похоронены сам генрих лет основатель скажем так вот этой вот площади да и правитель броншвайга его жена сейчас попробую зайти туда во внутрь я постараюсь ничего не говорить потому что мне нельзя снимать маску мне уже предупредили а снимать мне разрешили так что я в тишине вам покажу но хочу сказать что пахнет здесь ладаном ну как и в любой церкви видим а и и и и и и и и и А я уже потихонечку подошла к тому месту, где как раз-таки расположена их гробница. Вот они все, вот эта гробница, тут смотрите, даже маленькие гробики есть, видите, я туда, к сожалению, дальше не могу пройти, тут вот не пускает меня калиточка эта. Продолжение следует... Вот теперь мы стоим перед тоже очень большой достопримечательностью нашего города. Огромный торговый центр, также в нем находится библиотека, наша городская библиотека, музей. Туда вот наверх, где вот эта квадрида стоит, туда можно подниматься, правда сейчас все закрыто, смотреть на Броншвай. Вот у нас до пандемии находился огромный торговый центр, тоже галерея Кау-Хофа назывался. И из-за пандемии он стал банкротом, и теперь там ничего нет, то есть все это здание пустое. А сейчас за углом я вам покажу интересный дуом. Он называется Счастливый дом Рицы. Вот он, видите его, он уже виднеется там. Сейчас мы к нему подойдем поближе. Ну вот мы подошли к этому домику. С такими забавными мордочками. Веселые, интересные, да офисные помещения здесь находятся. Поначалу я думала, что это музей детских картин и каких-то скульптур, но нет. Я попозже узнала, что это оказывается офис. Вот я его обхожу вокруг. На всем этом огромном здании нет ни одного симметричного окошка. Вот даже вот эти, казалось бы, прямоугольные, но все они по-разному прямоугольные. Поэтому домику всего, всего 20 лет. Вы мне, пожалуйста, дайте знать, понравилась ли вам эта небольшая экскурсия. Как вы понимаете, это далеко еще не все. Это далеко не все классные места в Броншваге. Вот, и если вам понравилось, то я обязательно сделаю еще одну такую прогулку. А может даже не одну. Вот, где я смогу показать вам и другие красивые и интересные места нашего города. Церковь называется она Сант Магни. Кстати, в этой церкви Ангелина будет получать свой аттестат по окончании школы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!